Отбивка. Айсен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Доброе утро. Всех с праздником, с Днём России. Ситуация у нас на сегодняшний день следующая. По республике в целом 2898 новых случаев коронавирусной инфекции сначала. Её появление здесь у нас в республике. За сегодняшние последние прошедшие сутки всего заболевших 76. Есть некоторое увеличение по сравнению с предыдущими днями. Вместе с тем по городу Якутск, где у нас основное количество больных, мы видим сокращение за прошедшие сутки 54 новых случаев. Вместе с тем у нас 9 случаев по Мирновскому району и 6 по Нюрбинскому. То есть вот у нас два появилось таких новых очага, которые сейчас локализуются. В принципе, все больные там известны, контакты выявлены. Идёт обработка анализов. Мы надеемся, что благодаря оперативным действиям штабов на местах все контакты будут отработаны, и эти очаги будут локализованы и не дадут дальнейшего распространения. По республике, если говорить, у нас сегодняшний день 17 человек находятся в тяжёлом состоянии, из них трое на аппарате ЭВЛ. По тестированию мы, как и прежде, идём одним из лучших в стране. За последние сутки свыше 3,5 тысяч тестов сделано. Учитывая то, что всю последнюю неделю мы одержали коэффициент ниже единицы, и учитывая тот уровень мероприятий ограничительных, которые по республике реализуются, их эффективность, Роспотребнадзор Российской Федерации согласовал нам с введения с понедельника, с 15 июня, снятия ограничений по первому этапу. Соответствующий указ мой уже подписан. У нас по первой и второй группе районов по арктическим и нашим сельским территориям, которых ранее ограничения практически уже были сняты, ничего не меняется практически. По третьей группе, где у нас как раз в населённом пункте, где был режим полной самоизоляции, у нас разрешена будет работа парикмахерских, салонов красоты, СПА-салонов с учётом предварительной записи, а также с учётом соблюдения всех санитарных норм, социального дистанцирования и всех соответствующих требований, которые есть. Будет разрешена также работа магазинов, которые расположены на первых этажах жилых зданий, опять же с соответствующими требованиями, которые всем известны. Это 4 квадратных метра на одного покупателя, социальное дистанцирование. И в эти дни как раз соответствующие службы муниципалитетов должны работу провести по подготовке к открытию тех или иных магазинов. Следующий этап снятия ограничений в случае положительного такого развития по снижению заболеваемости у нас в республике будет, скорее всего, введён с 22 июня. При этом масочный режим, безусловно, сохраняется. Сохраняется также и требование о 14-дневной самоизоляции тех, кто прибывает к нам из других регионов. Уверен, что если мы все и будем дальше так же работать, как работали в последние дни, быть ответственными к своему здоровью, к здоровью своих родных и близких, то коронавирусная инфекция, она будет отступать, и соответствующим образом ограничения будут сниматься. И мы намерены уже к началу июля основную часть ограничений. В случае, опять же, положительного развития тенденции по снижению заболеваемости мы должны будем уже снимать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.